Головкина истерия и Альвара зависимость большого бокса. Вы знаете, Оскар Далахоя платит за все и всем. Тони Бэлью, Диллиан Уайт и Энтони Джошуа. Британская гастроль Александра Усика. Круто? Круто. Флойд Мэйвезер, Мэни Пакьяо 2. Вопрос только, зачем? Энтони Джошуа и Александр Поветкин. Предсказываем будущее. 24 выпуск культового The Ring Show. Свежий взгляд на события мира большого бокса. Если кто-то решил жаловаться на события прошлого уикенда, его нужно отшлепать и поставить в угол ринга, поскольку события были ну просто один к одному и жаловаться грех. The Ring Show. Культовое шоу большого бокса приветствует вас в 24-й раз. Начало прошлого уикенда было положено Бобом Арумом в пятницу, когда чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Хосе Карл Астромирес впервые проводил защиту своего чемпионского пояса против Антонио Ароско. Очень жесткого панчера. Ароско начал бой очень агрессивно, но Астромирес легко погасил эту агрессию в третьем раунде и в четвертом отправил своего соперника в нокдаун. Впрочем, доминируя в последующих раундах восьмого, он повторил падение Ароско на канвас ринга и довел поединок до своей победы на картах всех трех судей. А после своей победы Хосе Карл Астромирес заявил, что с удовольствием бы встретился с Майки Гарсия, при условии, что тот оставит свой титул чемпиона по версии WBC в легком весе и поднимется первый полусредний. А уже в субботу на ивенте Оскара Деллахоя первый поединок андеркарта и задал тон общему настроению как на арене, так и действиям в ринге. Катастрофически закончился поединок для Гэри О'Салливана, вышедшего в ринг против бывшего двукратного чемпиона мира в среднем весе Дэвида Лемью. Гэри, введшийся по-хамски на пресс-конференции и взвешивании, продержался против Лемью 2 минуты 40 секунд первого раунда, нарвавшись на острый левый боковой, который свалил его на канвас, заставив рефери даже не начинать отсчет нокдауна, а немедленно остановить поединок. И после своей победы Лемью заявил, что надеется на проведение второго боя против Билли Джо Саундерса, который в свое время отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе. И зрелищным получился поединок чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе Хайми Мунгия, защищавшего свой пояс против Брэндона Кука. Хаус навалов Брэндона в первых двух раундах был оборван нокдауном в третьем, в который Хайми и послал Кука, а после продолжения боя просто забил его, заставив рефери остановить поединок. И главный поединок прошлого уикенда на Т-мобайл-арена стал настоящей вишенкой на уикендовом торте большого бокса. Второе противостояние Геннадия Головкина и Сауля Альвареса. Результат поединка, а это победа Сауля Альвареса на картах двух судей 115-113, мы считаем справедливым, а вот 114-114 маркетинговой осторожностью. Поединок вызвал стенание у фанов Головкина и спокойствие у почитателей Альвареса. И если честно, то я не ожидал, что первый устроит такой истеричный трэш-треп, мол, обокрали Гену ироды мексиканские, запошлял Оскар всем и вся, чтобы Альваресу своей ногу чемпионы-то провести. Но мы не ведемся на сопли и вопли. У нас, знаете ли, все по чесноку. И чтобы разобраться со всеми перипетиями противостояния Геннадия и Сауля, мы обратились к отцу-основателю боксерского клуба «Триумф», тренеру и отличному человеку Юрию Цибенко. Юр, по твоему мнению, что явилось определяющим моментом поединка Альвареса против Головкина? Если вернуться к первому поединку, где Головкин был агрессором, то во втором поединке все поменялось. Агрессором стал Канело. И, на мой взгляд, Головкин не был готов. Ну, боец довольно-таки высокого уровня. И можно было предполагать, что Альварес поменяет тактику. Тем более, что они сами говорили, что Альварес будет идти вперед. Неужели Гена не подготовился к этой агрессии и не мог ее подавить уже своей агрессией? Для Гена это непривычная манера. И он никогда не боксировал на отходах, не включал заднюю. Но здесь, в первом раунде, после пропущенного левого бокового, мы, как все увидели, Гена пошел назад. По твоему мнению, как тренера, что должен был сказать Абель Санчес, чтобы Гена изменил тактику и все-таки озадачил Альвареса? Я увидел, что Канело был изначально быстрее Головкина. И Головкин не успевал. Ему нужно было переждать несколько раундов в защите и не срываться навстречу и тянуться за Канело. Он только лишь уставал, когда гнался за его скоростью. И поэтому мы не увидели успеха у Геннадия. По твоему мнению, нужен ли третий поединок Альвареса и Головкина? Как для зрителя, это интересно. Но если это будет выгодно финансово, я думаю, бой может состоиться. И вопрос, который, я думаю, интересует многих. Нужно ли Геннадию менять тренера и менять команду для третьего боя против Сауля Альвареса? Нет смысла. Уже много лет они работают вместе. И новый тренер за короткий промежуток времени не успеет ничего дать нового. Как говорят англичане, если речь идет ни о чем, речь идет о больших деньгах. И я думаю, что Оскар как раз эти деньги найдет. И все мы увидим 5 мая. Самая маркетинговая дата для третьего поединка Сауля Альвареса против Геннадия Головкина. Флойд Мэйвезер и Мэнни Пакьяо случайно встретились на одной из музыкальных вечеринках в столице Японии Токио. Мэйвезер тыкал пальцем в сторону побежденного им в мае 2015 года Пакьяо, что позволило, напомню, Флойду заработать более 220 миллионов долларов. И издавал нечленораздельные звуки, когда Мэнни спокойно рассматривал его. После в своем инстаграм Мэйвезер заявил, что он возвращается в ринг к концу этого года именно для поединка против Пакмена. И его, дескать, ожидает девятизначный гонорар. А вот если говорить о Мэнни Пакьяо, то он просто ограничился в своем комментарии к этому видео, что поединок вполне возможен в декабре этого года. Но только вот один вопрос к Флойду и к Мэнни. Парни, нахрена вам это? Александр Усик готовится к тому, чтобы стать народным героем Великобритании, выйдя в ринг 10 ноября в Манчестере против Тони Бэлью. Контракт Александра обязывает его до конца 2019 года провести под сопромоутерством Эдди Хирна три поединка против бойцов, которые будут представлять промоутерскую компанию Матч Рум Боксинг. Это Тони Бэлью, Диллиан Уайт и Энтони Джошуа. Круто? Второй поединок Сергея Ковалева против своего обидчика, а ныне чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе, Лейдера Альвареса состоится в начале будущего года. Напомним, что Сергей таки воспользовался своим правом на проведение матча реванша, прописанным на контракте на первый бой против Альвареса. И после того, как руководство телеканала HBO отказало Ковалеву в трансляции его второго боя против Альвареса, его промоутер Кетти Дува подсуетилась и нашла понимание у руководства телеканала SPN, которая и согласилась вести прямую трансляцию этого боя. И говоря о руководстве HBO, надо заметить, что у них, собственно говоря, возможно, просто слетела крыша. Они отказали Ковалеву, и на грани разрыва контракта находятся Сауль Альварес и Геннадий Головкин. На мой взгляд, в такой жесточайшей конкуренции, когда другие телеканалы борются за право транслировать боксерские поединки, HBO находится на границе очень большого шухера. Либо она хочет отказаться от бокса и заменить его трансляциями боев ММА. Эдди Хирн высказал недовольство тем, как продаются билеты на поединок Энтони Джошуа против Александра Поветкина, что состоится уже в эту субботу, 22 сентября, в Лондоне. Нам пришлось потрудиться на этот раз, посетовал Хирн. Обычно, когда начинаются продажи билетов на бой Энтони Джошуа, они разлетаются моментально, но в этот раз продажи идут очень медленно. Многие говорят, что бой Джошуа против Поветкина им неинтересен, и они придут в апреле следующего года на бой Энтони против Вайлдера. Впрочем, Хирн не теряет оптимизма и верит в то, что 80-тысячная чаша стадиона так и будет заполнена. А вот каким будет поединок Александра Поветкина против Энтони Джошуа, нам стоит узнать у человека, который был в лагере Александра Поветкина и спарринговал с ним. Дамы и господа, это наш супертяж Влад Сиренко. Приветствую, Влад. Ну, как оно, спарринговаться с Поветкиным? Классно, очень классно. Большой, огромный опыт. Влад, все мы прекрасно знаем, как будет действовать Энтони Джошуа. Это джеб, работа на дистанции, передвижение, проваливать Поветкина, встречать и отвечать. По твоему мнению, что должен сделать Александр, чтобы победить в этом бою? Ну, я с вами согласен, что разумно для Энтони Джошуа будет двигаться, проваливать, наказывать его. Но Александр однозначно должен резать углы, должен прессовать его, постоянно держать его в напряжении. И тем самым он его сделает уставшим, и тем самым он получит шанс для того, чтобы попасть в какой-то удар и в дальнейшем нокаутировать. Последний поединок Александра против Дэвида Прайса показал, что Александр к пятому раунду функционально подсел. И по сути, вот этот удар, которым он нокаутировал своего соперника, ну, можно где-то отнести как лаки-панч. Насколько вы прочувствовали то, что функциональность Александра будет определяющей его противостояние против Джошуа? Мы должны помнить, что Александр он уже возрастной спортсмен, потому как бы это нормально. Но к этому бою он хорошо готовился. Он не пропускал тренировок, он очень хорошо подошел к этому бою. Я думаю, его функциональная готовность будет на хорошем уровне. Мы посмотрим. Влад, говорят о том, что у Александра поистине костоломный удар, то есть он ломает руки, там челюсти. В спаррингах, насколько вы прочувствовали, что удары Александра действительно вот такие сногсшибающие, крушащие все на своем пути? Он не выбрасывает большие комбинации, длинные, но его одиночные удары, они достаточно увесистые. То есть их можно почувствовать даже в 20-юнцовых перчатках. Потому, я думаю, Джошуа будет тоже не сладко. По вашему мнению, каким будет результат этого поединка? Ну, так как я помогал Александру, конечно, я хотел бы, чтобы он победил, но мы посмотрим. Я думаю, что у Джошуа есть больше плюсов, чем у Александра на данный момент. Это супертяжелый вес, и мы прекрасно знаем, что один удар может решить все. Потому, посмотрим. Мне самому очень интересно. Но в любом случае, кто-то из них проиграет, а это значит, что одним конкурентом на вашем пути к чемпионским титулам у вас будет меньше. А так, мы пожелаем удачи и Антони Джошуа, и Александру Поветкину. И действительно, пусть победит сильнейший. А мы с Владом встретимся ровно через неделю, когда и проанализируем уже состоявшийся поединок Антони Джошуа против Александра Поветкина. Спасибо, Влад, большое. И прежде чем поблагодарить вас за просмотр The Ring Show, напомним, что все ваши аргументированные недовольства и восхищения вы можете высылать по адресу TheRingShow at gmail.com И подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте лайки и оставляйте ваши замечания и пожелания. И помните, если с вами будет The Ring Show, то и в жизни у вас все будет бокс. Субтитры сделал DimaTorzok